Всем привет! Спасибо, что заглянули в гости. А сегодняшнее наше с вами видео будет посвящено вишневым ароматам. Итак, вишня в парфюмерии теплая, сладкая, вкусная, женственная и обворожительная. Кому не нравятся ароматы с этой замечательной ягодой, я даже просто не могу представить таких людей. Возможно, это те, кто предпочитает довольно-таки классическое направление парфюмерии. Но среднестатистическая девушка и женщина просто обожают пахнуть вкусно, манко, привлекательно и сексуально. И в этом нам помогают ягодные парфюмы. И одной из самых ярких и очень хорошо и удачно удающихся в парфюмерии ягод, конечно же, является вишня. Давайте вспомним, когда мы с вами могли увидеть впервые парфюмы с вишневой направленностью. Но вот лично я впервые попробовала парфюм с вишней, наверное, более 10 лет назад, может быть, даже больше. И это был довольно-таки бюджетный бренд Иската. И парфюмерная композиция называлась Cherry in the Air. За ним гонялись, его хотели, его вожделили, потому что на то время это был очень интересный и необычный парфюм. Собственно-то с вишневой нотой. Потом на какое-то время парфюм Cherry in the Air исчез с продажи. Но вот сейчас Иската все-таки решил обновить эту парфюмерную композицию и выпустил довольно-таки похожую интерпретацию, которая называется Cherry in the Japan. Кстати, все парфюмы, которые сегодня будут представлены в подборке, в том числе и те, которые я не смогу показать, потому что их на данный момент нет в моей коллекции, вы можете посмотреть и приобрести в интернет-магазине Rendezvous, потому что большинство парфюмов, которые сейчас будут здесь показаны, приобретены, собственно-то, в этом замечательном магазине, мультимагазине, так скажем, где представлена не только парфюмерия, но и косметика, и многое-многое другое в интернет-магазине Rendezvous. А постоянно действуют какие-то акции, скидки и распродажи. Сейчас, в преддверии Нового года, также действует большая новогодняя распродажа. Скидки достигают размера до 50%. Также действует мой персональный блогерский промокод «10 Тверская», который даст вам скидку в размере 10% при покупке от 2500 рублей. И мой промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте интернет-магазин. Rendezvous, не знаю, наверное, сотни раз уже мною проверен, проверен другими блогерами, проверен, мне кажется, десятками тысяч пользователей, которые остаются очень и очень довольны сервисом и, собственно-то, процессом приобретения и самими покупками в интернет-магазине Rendezvous. Итак, давайте с вами начнем. Давайте пройдемся сначала по люксу. Вот недавно совсем у меня был парфюм с очень прекрасным звучанием вишневые ноты от бренда Guerlain. Это La Piedipte Rob Noir. Чем отличается... в котором содержится, собственно, вишня, да? Чем отличается люксовая парфюмерия, которую сейчас я вам тоже покажу, от нишевой, собственно, там в звучании и раскрытии самой вишни. А люксовая парфюмерия на данный момент, я думаю, совсем напрасно боится добавлять в свои ароматы такие довольно-таки съедобные ноты, чтобы тот или иной ингредиент, фрукты, ягоды звучали очень натуралистично. Я думаю, зря и думаю, что люкс скоро исправится и будет дотягиваться до ниши. Потому что, как показала практика, собственно, на одном из парфюмов, который будет сейчас представлен в этой подборке, реалистичное звучание вишни все-таки выигрывает у простого парфюмерного раскрытия этого ингредиента. Итак, аромат La Petite Rope Noir от Guerlain содержит вот ту самую косметическую парфюмерную люксовую вишенку. И, собственно, это в парфюме, ее можно почувствовать очень открыто и явно, если только прочитать состав, собственно, этой парфюмерной пирамиды. А так, эта вишня во всех ароматах Guerlain, она очень и очень сильно завуалирована нотой розы, лакричника, чайными нотами и другими. То есть, вишня здесь такая, получается, фантазийная, эфемерная. Но это не мешает парфюмерной композиции La Petite Rope Noir оставаться сладкой, томной, вкусной и привлекательной. Пахнет это, как и настоящие французские духи. Но, сейчас посмотрю, да, в 2018 году бренд Guerlain создал ряд вот таких вот фланкеров, то есть черных платьишек, которые называются Black Perfecto. У меня здесь вот, собственно, там фланкер под названием Floral, но от классического Black Perfecto они не очень-то отличаются. И это, мне кажется, вот первые робкие шажки люксового бренда Guerlain относительно ниши, да. Потому что здесь уже более явно слышна нотка вишни. Парфюм сладкий, манкий, томный, притягательный. И изюминкой его раскрытия является, конечно же, что? А, конечно же, нотка кожи. Но, вот не знаю, сейчас этот парфюм очень яркий, стойкий. Мне кажется, невероятно собирающий комплименты. По крайней мере, у меня, который крайне подходит на прохладную погоду, не пользовался таким огромным спросом, как классическое платье у заурядных покупателей. Поэтому этот парфюм сейчас постоянно находится где-то на скидках. У меня в официальных сетях он уже пропал. Но вот на рандеву вы можете посмотреть. Я вот думаю, приобрести не приобрести. Сотка, сотка будет стоить. С моим промокодом 5000 рублей. Это просто какие-то копейки. Но у меня останавливает то, что у меня есть вот эта вот 50-ка. И поэтому куда мне столько. Собственно, вот этот аромат также я приобретала в интернет-магазине R&D. Я его просто обожаю. Здесь сочетание кисло-сладкой вишни. Уже более натуральной, чем в классическом платье. Герлен более натуралистично звучащим. Да еще вот такая вот изюминка в форме мягкой черной нотки кожи. Кожа здесь мне представляется вот такая вот черная, блестящая, очень и очень такая вот яркая. У кого есть этот парфюм, пишите мне, пожалуйста. Мне будет очень интересно. Итак, вслед за Эскадой, вслед за брендом Герлен. В 2022 году, как вы думаете, кто решил сделать свою интерпретацию вишенки? Ой, это было очень удивительно. Это была огромная интрига, потому что бренд Lancome выпустил свой фланкер парфюма Lanuit Tresor под названием Intense. И в состав парфюмерной композиции также входит сочная, сладкая, при этом люксовая, то есть неявная нотка вишни. Аромат получился очень вкусный, очень приятный. Но при этом вишня здесь, опять же, слишком сильно завуалирована ноткой розы. Ну вот побоялись, побоялись производители бренда Герлен парфюмера добавить вот такую розочку, как все сейчас ждут от парфюмерных композиций. И решили завуалировать звучание этой замечательной вишни огромным количеством фирменной Lancome'овской розы, что, по крайней мере, делает этот парфюм отличным, да, от других парфюмов с вишней. Тут полностью сохранено ДНК бренда Lancome. Обратите, ой, и тут чуть не упал. Обратите внимание, какой красивый флакончик его. Также вы можете приобрести в интернет-магазине Рандеву по очень доступной цене. Там, по-моему, сейчас доступен, я посмотрела, вариант в объеме 50 мл. Тогда как, ну вот, на данный момент эту парфюмерную композицию довольно-таки сложно достать. И так, если вы любите такие помадно-косметические, розно-вишневые, поистине люксовые ароматы, которые содержат в себе вполне себе узнаваемое ДНК бренда Lancome, стойкий и шлейфовый парфюм комплиментарный, то, пожалуйста, обратите внимание, на этот аромат еще не поздно. Скидки на Рандеву пока в разгаре. Действует мой блогерский промокод. И, возможно, вот под елочку это будет вам один из лучших подарков. Этот парфюм вам очень подойдет, особенно на прохладное зимнее время года. Я его также с удовольствием носила. И летом, если вы еще пока не совсем доросли до ниши. Ну, я думаю, и вообще, как показывает практика моя парфюмерная, что я наблюдаю на просторах YouTube, как я наблюдаю прогресс парфюмерных блогеров, все, в конце концов, из масс-маркета, люкса, потом дорастают до ниши. И при этом многие из блогеров также остаются верными не только нишек, на которые они переходят, но также и люксу. Ну, как бы здесь вот так вот покрасивее поставить. Я думаю, что вот так, да. Следующий парфюм, в котором уже более интересно, более натурально озвучена нота вишни. Это парфюмерная композиция 2016 года выпуска. Это тоже тот парфюм, по которому многие воздыхали, да. А многие его желали. Халтат Найт от бренда Атар Коллекшн. Сейчас по очень выгодной цене с блогерским промокодом его также можно приобрести на рандеву. Я думаю, дешевле вы точно нигде не найдете. В свое время к Халтат Найт парфюм был довольно-таки тяжело доступен. За ним гонялись. Он стоил очень дорого. И все из-за того, что, опять же, парфюмерная композиция содержит ноту очень вкусной, практически уже приближенной к натуральному звучанию, тому самому сочному и вкусному, как мы осязаем буквально на кончике языка, когда едим эти великолепные ягоды весной и летом. Парфюмерная композиция получилась очень томной, очень манкой, очень женственной, загадочной, благодаря, ну, там, корице, пряности, легкой дымности, да еще к тому же сочному яблочку, который обрамляет весь этот замечательный парфюм. Красивый аромат для меня. Он тоже очень хорошо носится и наиболее удачно раскрывается в прохладное время года. И вишенка вот здесь уже очень и очень узнаваема среди остальных нот, обрамляющих эту парфюмерную композицию. Халтат от бренда Atar Collection. Так, Lost Cherry, Lost Cherry тоже. Значит, Халтат Найт, сейчас я посмотрю, где у нас, да? Халтат Найт, 2016 год. И бренда Tom Ford в 2018 году решил переплюнуть всех. Бренд Tom Ford вообще такой экспериментатор. Вот сегодня я тоже поэкспериментировала и у меня на губах тоже такая немножко провокационного цвета помада Tom Ford. Я ей пользуюсь крайне редко. Это из белой линейки. Кому интересно, может быть, кому понравится, я не знаю, как это со стороны, то спросите в комментариях, я цвет помады напишу. Итак, такой экспериментальный и приведший к огромному успеху парфюм, собственно-то, Lost Cherry. Lost Cherry, интерпретация этого названия тоже очень провокационная. Можно его переводить, как можно говорить на YouTube. Это потерянная вишенка. Ну, по-другому интерпретируется это немножечко в более пошлом переводе. Ну, Tom Ford у нас еще тот затейник. И парфюм получился просто такой вот бомбический. За ним гоняются до сих пор. Его желают получить по поводу и без повода. Все подряд ищут, где можно найти этот парфюм подешевле. Ну, я вам скажу, на рандеву тоже Lost Cherry в разнообразных объемах. А бренд Tom Ford, так же, как и другие ароматы от этой марки представлены. Здесь вишня в этом парфюме. Почему же он такой революционный? Это первый парфюм, в котором вишня, вишня такая, как она есть. Как мы ее с вами ощущаем в голове. То есть, сам аромат вишни и даже вишневого варенья, он не такой яркий. А здесь вишня, вишневое варенье, парфюм в миллион раз усилен и возведен практически, знаете, вот в бауру такого вот совершенного вишневого парфюма. Здесь вишня очень яркая, кисло-сладкая, томная. Находится в обрамлении ликеров, миндальные нотки. Также здесь, как и в Халтат Найте, присутствует такая пряная корица и, к тому же, еще легкой кислинки парфюмерной композиции придает слива. Всем хороший аромат. Конечно же, кроме его, я считаю, немножечко завышенной цены, но для своего времени этот парфюм все-таки был таким вот ароматным прорывом. Ну и еще, как показывает практика, этот парфюм относительно своей цены обладает довольно-таки средними техническими характеристиками, но это относительно цены, за которые ее просят, потому что хочется, чтобы этот парфюм звучал вечно, очень сильно шлейфил. На самом деле он очень громко звучит только первые два часа, потом усаживается поближе к коже, и чтобы все-таки он как-то распространял свои волшебные манки и секс, и флюиды, нужно этот парфюм побольше нанести на волосы, и тогда на ветру он будет шлейфить, при этом дольше шлейфить, чем с кожей. При этом этот парфюм не напрягающий, он очень праздничный, не знаю, в офис я бы его точно не надела, если только на какой-то корпоратив, а вот на какой-то праздник, на шоппинг, да, на торжество, и даже на Новый год, вот лос-черри, в самое то, ну и, конечно же, на свидание с любым мужчиной, мужчиной, ни одного мужчины, такой запах, который будет отходить от вас, да, вот такого великолепного, волшебного натурального парфюма, из-за которого вас просто хочется поцеловать, и съесть, и обнять, и прижать, да. В общем, такое будет нравиться любому мужчине. Еще один парфюм с неявной нотой вишни, это будет, как бы сказать, немножечко отрицательный образец, но дело все в том, что бренд Монталь не пошел по своему пути, как это очень успешно и удачно сделала бренд Томфорд. Бренд Монталь, создав аромат интенс черри, концентрации Eau de Parfum, немножечко прогадал, потому что он решил стать похожим на классическое платье Guerlain, то есть Guerlain La Petite Robe Noir, да, и наименование Intense ввело в заблуждение многих пользователей, потому что парфюм получился чуть-чуть погромче, чем классический La Petite Robe Noir, чуть-чуть поярче, но, в принципе, тут смысл один и тот же с люксовой парфюмерной композиции от Guerlain. Здесь такая розная, припудренная, немножечко помадная и не очень явная вишня в раскрытии, поэтому я его добавила, этот парфюм, в свой топ, но лично моим топом эта парфюмерная композиция не является. Плюсом ее можно отнести лишь то, что относительно всех других парфюмов термоядерных бренда Монталь, это очень нежный аромат, в нем не содержится мускуса, он звучит вот люксово, вот прямо не знаю, зачем Пьер Монталь решил скопировать La Petite Robe Noir, когда уже есть такой замечательный и достойный оригинал. Но этот парфюм вы тоже можете по очень выгодной цене, сейчас Монталь в интернет-магазине Рандеву стоит очень и очень бюджетно. Я помню, в свое время вот эти ароматы я покупала у официального представителя, и сотка была там 13-14 тысяч, это еще довольно-таки давно, года 3-4 назад, а некоторые парфюмы от бренда Монталь у меня живут и того дольше. Так что вот так вот, Intense Cherry, который вовсе не Intense, а можно поставить в разряд классического люксового сегмента, и собственно, это аромат La Petite Robe Noir, классический, да, роза, вишня, и ничего лишнего, люксовое звучание, причем тут Монталь вообще, не знаю, Монталь в моем понятии это яркость, громкость, необычность все-таки, да, а здесь вот, ну, решили пойти по легкому пути, клонировать парфюм, ну, и получилось-то хорошо, но клонировано, да. 2020 год тоже ознаменовался выпуском очень красивых вишневых композиций, довольно-таки дорого стоящих, но относительно Lost Cherry Tom Ford все-таки будет побюджетней. И сейчас речь идет о HFC WAPS Me My Dream, бренд тоже представленный в интернет-магазине рандеву, и, кстати, цена на рандеву в 2, может быть, в 2,5 раза вкуснее, чем, например, у официалов. То есть, если вы давно мечтали этот аромат, не смотрите его в золотом яблоке, там какая-то космическая цена, точно приобретайте парфюм на рандеву. У меня с этим ароматом и с последующим, который сейчас будет в обзоре, происходит уже недельный запой, вот перемешку, да. Не знаю, почему-то сначала я до недавнего времени немножечко охладела к вишне, клост-черри у меня, рука почему-то не тянется, но когда появилась вишня HFC, все, моя любовь к парфюмерной вишне, она... Где тут у тебя кнопка? Кнопка тут у него черная, зрение у меня не добивает. В общем, вот она, да. Любовь моя к вишневым ароматам, она как-то возобновилась. Возобновилась. Этот парфюм и последующий, который я вам покажу, своей собственной нотой вишни, одной нотой вишни, идентичен аромату Lost Cherry Tomfort. То есть вишня здесь такая же, гурманская вишня здесь такая же, натуральная, кисло-сладкая, сочная. Здесь такое впечатление, что вишни свежие, буквально черные, очень спелые, сладкие, как лежат на красивом блюде, просто рука тянется взять их и съесть. И также рядышком еще и вазочка с ароматным, только что сваренным вишневым вареньем. Вот про это, этот вот невероятно сладостный, притягательный и манкий парфюм пахнет, об этом, да, пахнет для меня. Чем он отличается, собственно, от парфюмерной композиции Lost Cherry, Tom Ford. Отличается, да еще как, в них идентичные ноты, это только вишня. Дальше, звучание немножечко расходится, потому что нотки, которые обрамляют АЧФСИ, УАПС, МИМАЙ, ДРИМ, МАКУТА, ИМЕНЯ МЕЧТАМИ, немножечко другие. Во-первых, помимо сливы, здесь очень вкусные и аппетитные сухофрукты. Кроме того, тут добавлены пудровые ноты, такие воздушные, что делают сам парфюм более таким вот, как сказать, в именно парфюмерном ключе звучания, а несъедобном, и также делает этот парфюм несколько свежее. Также здесь присутствует и миндаль, и алкогольная нота, но если в лох-черри присутствует немножко пошловатый ликер Амаретто, то в вишенке от АЧФСИ уже присутствует более благородный и дорогой напиток ром, который, собственно-то, не утяжеляет этот парфюм, но придает ему какой-то особый, очень приятный такой вот яркости, вкусности и притягательности. Очень вкусный парфюм. Вот, пожалуй, вчера я была в другом парфюме, сегодня уже приняла душ, пожалуй, я с ним подушусь. Ну, давайте и вас тоже подушусь. Здесь можно делать как микро пшики, так и сильное распыление. Я делаю микро пшики. Очень вкусно, очень вкусно, но просто божественно, божественная вишня АЧФСИ УАВСМИ МАЙДРИМ. Чем отличается от аромата Лос-Черри Томфорд, я вам уже сказала. То есть, это такой вот сейчас парфюмерия идет по пути усовершенствования вишневых парфюмов. А Томфорд создал уже свой столб вот этот вот, да, Лос-Черри и двигается дальше, да, но вот пока из-за новинок от бренда Томфорд ничего такого больше, такого революционного, как Биттер Пич и Лос-Черри пока еще не вышло, чтобы все вот так вот вожделели иметь парфюмерные композиции другие, Топами продаж как был остается Лос-Черри Биттер Пич Тобака Ваниль ну, в принципе, это и все, да. Ну, что, и завершают эту подборку мое недавнее приобретение в интернет-магазине Рандеву. Буквально на днях я вам рассказывала про этот аромат сотка относительно Лос-Черри Томфорд тоже стоит довольно-таки бюджетно и бренд очень известный, знаменитый Грити парфюм от этого бренда вы можете потестировать собственно Тэволитуаль, а приобрести гораздо дешевле напоминаю про блогерский промокод, если вы вдруг забыли в интернет-магазине Рандеву. Я вам уже показывала распаковку, какое тут царское оформление, такой парфюм может стать лучшим подарком себе на каждый день, да, как это я себе делаю, либо на какое-то торжество на праздник опять же к Новому году, если вы так же как и я и любите ноту вишни. Дюшесса, как я ее называю, Дюшесса, бренда Доктора Грити, это парфюм тоже посвященный натуралистичной вишне, и вишня, именно нота вишни здесь идентична ноте вишни Лос-Черри, идентична ноте вишни Вапсми Майдрим от бренда ИЧФС, но опять же здесь несколько иное и еще более глубокое оформление этой классной, вкусной, сочной ягоды. Парфюм создан опять же в 2020 году, 2020 год ознаменовался многими выпусками вишневых ароматов, и здесь вишня очень красиво обрамлена таким вот совершенным шафраном, что делает этот парфюм отличимый от двух остальных, хотя не все вот эти вот Лос-Черри, Вапсми Майдрим и Дюшесса, несмотря на идентичный состав вишневый, отличаются обрамлением своих нот. И помимо шафрана здесь очень красивая опять же немножечко иная, чем в ИЧФСи пудровость, если там пудровость за счет именно пудрово-косметических нот, то здесь пудровость цветочная, собственно-то ирисовая, и более сладкое звучание парфюмерной композиции достигается Дюше Сагрити, достигается за счет добавления собственно-то сахара состав аромата, и этот парфюм получился самый сладкий, сомнений выраженный кислинкой, чем те прошлые два, которые я вам показала из нишевой линейки, и причем он создан на определенном и узнаваемом ДНК парфюмов Гритте, обратите внимание, что, собственно-то, эта парфюмерная композиция не содержит мускуса, если вы вдруг по отзывам боитесь мускусов парфюмов Гритте, но в некоторых парфюмах он тоже точно может кому-то помешать, это я не спорю, здесь мускуса нет, но зато здесь очень приятный, благородный, модный на нынешний момент шафрановый аспект, который делает этот парфюм наиболее глубоким, ну, мне кажется, самым глубоким из всех представленных в этой замечательной подборке. пишите мне пожалуйста в комментариях какие ароматы с нотой вишни являются вашими самыми любимыми, возможно, я возьму на заметку, мне понравилось вишневое звучание вот в этих трех ароматах и вот этом, но оно более такое пряное вишня, здесь не так выражено халтатнайте, здесь больше корицы, больше яблока, на фоне вот такой более люксовой вишневости, а вот такая вот откровенная вишня, содержится вот в этих трех великолепных парфюмерных композициях и что-то подобное, но с перламутровыми пуговочками, чуть-чуть отличающиеся, я бы была не прочь заказать, в общем, если вы такое знаете, то напишите мне пожалуйста в комментариях, также пишите мне свое отношение к вишневым ароматам, пишите свои любимчики, может быть, из представленной подборочки у вас есть что-то, может быть, все это есть, мне будет что-то очень интересно и будет также очень интересно я думаю почитать моим зрителям и подписчикам, а на этом, мои хорошие, я завершаю это видео, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, я вам говорю пока-пока, всех целую, до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся, младшrix, доброculорон's, от edeце, до워, до, до�? до... 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 скидма, до... до..